Продолжим. Часть 2. Насчет банка. В банках в прошлом году мы оформляли с мамой счет, карточку получали и нам дали расписаться в квит-точке в таком длинненьком операционном, который, видимо, был вместо договора. Мы попросили копию этого документа. Раз мы в нем расписываемся, значит, операционист позвонила старшим, спросила, и только после этого нам выдала копию, ксерокопию, по-моему. Да. И когда я его рассмотрела, там были указаны оба кода, которые указываются в счетах, и 810, и 643. То есть схема как бы подтверждается этим документом. Ну и вот, значит, получается, что, я уже, по-моему, говорила, что сейчас, которые у нас 1000 рублей, это советский 1 рубль. Просто если убрать 3 нуля, то есть модификацию, то это будет обычный советский рубль. Вот. И, соответственно, все понимают, насколько они меньше получают зарплаты, пенсии, там, стипендии, пособия и всякое такое. Вот. Теперь вот я покажу вам, как еще параллельно идет схема, значит, этого, это, как это назвать, объегоревания людей. Значит, когда, допустим, вам банк перечислил 12 долларов. Ну, не банк, а кто-то вам перечислил 12 долларов. Мы ведь не знаем, кто изначально нам перечисляет там эти пособия, пенсии. Возможно, их перечисляют через доллары. Потом они уже как бы конвертируются в разные единицы. И потом уже выдаются. Вот, допустим, через банк вам перечислили 12 долларов. Один доллар советский. Вот я здесь написала. Один доллар советский в банке СССР. Сейчас можно это проверить в интернете. Где-то 0,56 копеек. Копеек. Значит, вам же перечислили 12 долларов. Это будет 21 рубль 42 копейки по 810 коду. А так как мы знаем, что сейчас те деньги, которые у нас есть, которые называются ББРами или долговыми обязательствами Центробанка, или как в народе их называют деньги, значит, 21 рубль 42 копейки советских превращаются в 21 420 рублей по 643 коду. В общем, брюки превращаются в шорты, шорты превращаются в брюки, как говорил Миронов. В общем, теперь идем, значит, к ББРам. Вот, ББР – это 643 код. Код, который действует в РФ. Вот опять вспоминаем эти 12 долларов, которые нам перечислили. И переводим их по коду, который, по курсу, который есть в РФ, по курсу к доллару. И так как 1 доллар стоит 80 рублей ББР 643 кода, то 12 долларов – это 960 рублей. Это по курсу РФ 643. А по советскому курсу, по советской системе банковской, это, значит, 21 рубль 42, которые потом превращаются в 643 код в 21 420. Надеюсь, понятно. В общем, вот здесь еще написала. 12 долларов. С одной стороны СССР – это там 21,42. Если вот это перевести вот сюда, в РФ, перекинуть с этого банка в этот банк, то получится 21 420 рублей. Здесь у нас курс 0,56, поэтому 12 долларов будут равняться 21 рублю 42 копейки. Здесь у нас курс доллара 1 доллар равен 80 рублям, поэтому 12 долларов превращаются, конвертируются в 90, не конвертируются, но, в общем, 12 долларов – это 960 рублей 643 кода. В итоге получается у нас как бы две разные суммы. И так как вы думаете, что вам перевели 960 рублей, ну, вы не знаете, допустим, что это пришло в долларах, вам кто-то перечислил 960 рублей, просто это как 12 долларов. И вот от 21 420 ББР вычитается 960 ББР, и разница остается в банке. То есть в результате вот этих комбинаций вот эта сумма выдается на руки человеку, а, значит, разница остается вот здесь, в банке. Ну, человек об этом не знает, что на его счете есть какие-то деньги, и поэтому ни о чем не думает. Ну, вот некоторым людям года три назад случайно удалось получить выписки расширенные из банков, и они увидели там баснословные суммы. Одна женщина была пенсионерка, у нее там были миллионы, и она спросила, у меня там миллионы, а где эти миллионы? Она пошла в прокуратуру, ну, сами понимаете, ничем, наверное, это и не закончилось. Другая женщина, значит, попросила эти деньги, чтобы они ей их выдали, раз они у нее на счете. Ну, банк ей ответил, что они не могут ей эти деньги выдать, что ее реально, видимо, то, что она реально там переводы были, они ей указали там небольшие суммы какие-то были, не помню. Ну, в общем, там тысячи, там до 20 тысяч были три перевода, в общем, такие какие-то небольшие. А то, что там были суммы у нее с тремя нулями, якобы это просто через ее счет переходили с одной организации в другую организацию деньги. Ну, и, естественно, она как бы не имеет к ним отношения, ей так объяснили, так ответили. Ну, на самом деле, мы все понимаем, что если на счете курсируют какие-то цифры, то это относится именно к счету того человека, на которого он открыт. И вот мне какое-то время было непонятно, почему на счетах там большие суммы у них, которые, про них люди не знают, но они там имеют какое-то движение. Когда вроде бы понятно, что если человек заплатил там 150 тысяч деньгами РФовскими, то они превращаются в 150 рублей по 810 коду деньгами СССР, то откуда эти были баснословные суммы? Потом я уже как бы додумала про курс доллара, как бы всю эту операцию прокрутила в голове, и мне все стало ясно, что именно на курсе, на этих разницах курсов валют, этих разных денег и не денег, в общем, одни являются деньгами, но их нету. Другие являются обязательствами банка, вроде тоже не являются деньгами. Ну, помните, Медведев нам же говорил, что денег нет, но вы держитесь. В общем, вот такая схема. Надеюсь, это понятно. Если кому-то непонятно, можете меня спросить, что я имела в виду, указывая вот эту схему. Ну, я старалась донести, потому что многие люди не до конца понимают, в чем суть. Там еще есть момент, что с начала развала Союза они сперва обесценили товары и суммы сильно подскочили, потом они убирали нули, потом обратно нули появлялись. И вот это все, это все запутывает следы вот этой шарады. Поэтому люди не совсем понимают, что их обманывает, что это мошенница, но не до конца понимают схему. Вот я как поняла эту схему, я думаю, что это более как бы достоверная схема, я вот вам свою версию преподношу. Ну, а так, конечно, у меня нету ни долларов, ни особо рублей, но вот то, что мне удалось разгадать эту шараду, мне доставило какое-то вот удовлетворение душевное. Может, кому-то это поможет, но что-то тоже хочет понять, как же это все происходит, что же это все происходит. Вот так.